Премьер-министр Украины Владимир Гройсман побывал с большим рабочим визитом в столице Евросоюза, Брюсселе. Два дня переговоров, встречи не только с еврочиновниками, но и с руководителями европейских финансовых институтов. Сегодня Владимир Гройсман участвовал еще и в международной конференции о роли украинской газотранспортной системы для энергобезопасности Европы. Эксклюзивно для подробностей недели премьер-министр рассказал об итогах своего визита. Я доволен этим визитом, он достаточно объемный, хотя не было много времени, за день я провел двустороннюю встречу с лучшим руководителем Европейского Союза. Были очень вкусные разговоры, обговорения нашей дальнейшей współпрости, окреслили планы взаимодействия. Я хочу сказать, что я доволен поддержкой, которую я слышал сегодня, и тем, что Украина на порядке в день Европейского Союза, и есть полная готовность, готовность подальше нашей поддержки. И что касается международной арены, что касается вызовов нашей безопасности и восстановления территориальной ценности, так и в связи с тем, что касается экономических вопросов, у нас сегодня есть добра, позитивная двусторонняя торговля, и мы должны поглибливать эти взаимодействия. Поэтому эти вопросы обговорились с президентом Европейской Ради, с президентом Европейской комиссии, с вецепрезидентами. Также мы подписали низкие угод, которые важны для надежного энергопостачения для регионов Украины, и также, которые дают ответ на поддержку нашей программы урядовой о безопасности дорожного движения. Финансирование 75 миллионов евро на ряд мест Украины, поэтому визит прошел достаточно продуктивно. На всех встречах прошло вопрос о создании, как важно, скорее всего, антикоррупционного суда. Вы знаете мою позицию, я полностью это поддерживаю. Вважаю, что это возможно на 5 или 7 червня остаточное ухваление решения. И вселяко обратюсь к народным депутатам Украины, к объединению вокруг этого решения. Это будет очень мощный крок по завершению формирования антикоррупционной инфраструктуры и восстановлению справедливости в Украине. Это будет очень мощный сигнал для наших международных партнеров, в том числе и для поддержки инвестиций в Украину. Потому что тогда, когда инвестуют в экономику нашей страны, мы должны дать очень четкие правовые инструменты защитить этих инвестиций. И это принципово важливым сегодня. Также мы говорили и про макрофинансовую поддержку, которая необходима сегодня в Украине для того, чтобы впораться с своими экономическими вопросами и проблемами. Но вместе с этим мы говорили про достаточно хорошие сигналы от национальной экономики, что до увеличения более 3%. Это тоже означено в Европейском Союзе как такой очень хороший сигнал. Я считаю, что в интересах Европейского Союза и граждан европейских страны есть полная сегодня зупинка и защита строительства этого геополитического оружия, гибридного оружия, которую сегодня пытаются реализовать в виде проекта «Певничного потока-2» Российской Федерации. Это вопрос безопасности. И тут Европейский Союз должен очень четко и принципово держать свою позицию. Я благодарю польским партнерам за такую очень решительную позицию. Безусловно хочу благодарить американским партнерам. Они все это понимают, чувствуют и обеспечивают достаточно твердую лидерскую позицию. Это не коммерческий проект доставки газа. Это оружие, которое хочет использовать Россия против суверенных, демократичных европейских стран. Продолжение следует...